День открытых дверей в женской колонии поселка Коксун. 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 Как выполнялась работа по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству региона в 2014 году доложил Нуржан Иманов. Персональный состав постоянной комиссии состоял из 8 человек, который был утвержден еще 2 года назад. День открытых дверей в женской колонии поселка Коксун. По всем рассмотренным вопросам сессия приняла соответствующие решения. Продолжит Николай Кровец. Представители компании «Тенгиз Шевройл» приехали в Карагандинскую область, чтобы наладить сотрудничество. Местные товаропроизводители такие визиты только приветствуют, чтобы заинтересовать гостей, представить свою продукцию. Сегодняшний визит этой делегации, на наш взгляд, является в каком-то смысле знаменательным, потому что в таком составе делегация «Тенгиз Шевройл» впервые посещает Карагандинский регион, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом и наметить пути дальнейшего сотрудничества. К настоящему времени проведены уже аналогичные встречи с «Астана-Экспо-2017», корпорации «Казахмыс», «Арселор Митал Тимиртау» и другими крупными компаниями. Есть и хорошие результаты. С производителями Карагандинской области заключены контракты с системообразующими предприятиями страны. К примеру, на обслуживание потребностей металлургического гиганта «Тимиртау», ремонт оборудования, строительстве объектов уже трудится более 40 мелких подрядных организаций города. У людей сохраняются рабочие места. В завершении встречи Нурмухамбет Абзибеков поблагодарил руководство «Тенгиз Шевройл» за визит в Карагандинскую область и желание наладить партнерские отношения с предприятиями региона. Николай Кровец, Ожас Габасов, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Особенности пассажироперевозок по-карагандински. После повышения тарифа на проезд в нашем городе прошло полтора года. А работа общественного транспорта по-прежнему оставляет желать лучшего. Водители зачастую устраивают гонки на дорогах, кондукторы не носят униформу, билеты пассажирам в маршрутках не дают и остановки не объявляют. Однако нет худа без добра. На фоне этих недочетов есть и положительная динамика. Об этом шел разговор на очередной сессии городского маслехата. Айма Амрина расскажет подробнее. На очередную сессию городского маслехата депутаты пригласили общественников, полицейских, прокуроров и перевозчиков. Первым об условиях пассажирских перевозок доложил заместитель Акима города Арман Джумикенов. По его словам, положительные моменты все-таки есть. К примеру, то, что автобусов на линии стало больше и в них установили GPS-датчики. Машины начали регулярнее выходить на линию и соблюдать интервал движения. Правда, в основном в дневное время. После установки приборов слежения стало возможным наблюдать, где находится нужный автобус. Съехал ли он с маршрута или сломался на дороге. Между тем, минусов тоже хватает. Начиная от внешнего вида водителей и кондукторов, заканчивая гонкой за планом. И как следствие, правонарушения. С начала текущего года в адрес перевозчиков направлено 45 предписаний о соблюдении графиков движения пассажирского транспорта. В том числе и на основании представленных результатов проверки, проведенной депутатами городского маслехата. В рядах почти всех перевозчиков встречаются злостные нарушители. Чаще всего этим грешат работники третьего автопарка. Это выяснилось в ходе проверки, которую сейчас проводят сотрудники полиции и прокуратуры. В таком же свете отличились автопарки номер 2, 5, частное учреждение «Рейс» и автопредприятие «Манас». Этому в немалой степени способствует конкуренция между водителями автобусов в погоне за пассажирами. Факты, когда они в целях увеличения доходов устраивают гонки с полным салоном, достаточно распространены. Отдельная тема диспута – маршруты по направлению к малым поселкам. О создании условий для жителей этих частей города депутаты твердят не первый год. Поселок Курьяновки, Микрорайон, Шахтерский, Узенка, Старая Тихоновка, ЖБИ и так далее. Данные районы обслуживаются малым количеством графиков и отсутствие хотя бы одного автобуса на маршруте вынуждает пассажиров длительное время ожидать транспорт. Это, естественно, порождает обоснованные жалобы. Поэтому данный вопрос также будет внимательно отслеживаться. Также рейды показали факты эксплуатации неисправных автобусов. А депутаты, в свою очередь, предложили изучить эту проблему глубже и, как альтернативу, возможность даже создать новые автопарки. На бензин тоже на все запчасти цены упали. Почему не создаются рыночные отношения? Почему не создаются новые автопарки, которые бы конкурировали и тем самым убирали бы все вопросы, которые сейчас находятся? Между тем, как оказалось, создание нового муниципального автопарка в задумках у чиновников есть. Опять же, все упирается в финансы. Сейчас, к тому же, прорабатываются новые маршруты, которые будут охватывать те части города, где автобусы не ходят. Народные избранники предложили запустить общественный транспорт по альтернативным улицам. Например, автобусам в Пришахтинск не обязательно ездить через путепровод. Некоторые из них можно пустить в объезд через шахты. То же самое можно сделать и в Майкудуке, чтобы разгрузить голубые пруды. А в городе некоторые маршруты просто необходимо убрать с проспекта Бухаржирау. Они могут ездить по улицам Ярубаева и воинов-интернационалистов. К тому же, нужно тщательно продумать униформу для работников службы перевозки и обязать их ее носить. Еще одним предложением депутатского корпуса стал вопрос о звуковом сигнале машин. Ее они адресовали работникам дорожной полиции. По мнению собравшихся, вместо режущих слух гудков нужно продумать что-то другое, менее раздражающее. А и Мамрина, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. А-класса. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. День открытых дверей в женской колонии поселка Куксун. Осужденных, правда, не выпускали на свободу, зато разрешили родственникам прийти к ним в гости. Как и полагается, родню встречали песнями, танцами и постановками самих женщин. Также специально для посетителей было организовано чаепитие. На трогательные встречи заключенных матерей с детьми и родственниками побывал и наш корреспондент Аймамрина. Сегодня в учреждении лишения свободы АК-159-9 долгожданный радостный день. В женской тюрьме день открытых дверей. Родственники, родители, да и сами осужденные ждали это событие ровно год. Ведь встретиться с теми, кто по ту сторону забора, не так-то просто. Слезы радости, крепкие объятия и теплые эмоции переполняли встретившихся наконец-то родственников. Перед тем, как попасть на участок зоны, они прошли тщательную проверку, затем томительное ожидание. И вот ворота открылись. Встреча с близкими со слезами на глазах. Свои чувства не могла скрыть и 30-летняя Зарина Дорбазанова. Сегодня к ней переехали брат и сестра из Астаны. Но девушка очень скучает по детям. У нее их четверо. Самому маленькому 5 лет, а старшему 12. Ну, конечно, не так легко. Это все-таки срок отбываешь. Так все равно, помогает администрации. Как-то все равно родители, поддержка. Не мог скрыть свое удивление подготовкой и самой праздничной программой и брат Зарины. По его словам, в тюрьме он впервые. Но такого приема не ожидал. В будущем хочет сам заняться своей сестренкой. Пусть только освободиться, а ступиться во второй раз мы ей не дадим, говорит мужчина. Спасибо организаторам. Спасибо нашему правительству, что есть раз в году такой день. Я желаю каждому, кто находится здесь, каждому крепкого здоровья. Родителям всех осужденных, всем терпение. Для своих родственников и близких заключенные девушки приготовили праздничную программу. Кто-то пел, кто-то танцевал. Все это под аплодисменты своих товарищей по несчастью и собравшихся. На территории учреждения лишения свободы женщины не только отбывают срок, но и получают профессию. Шьют формы и разную одежду по заказу. Связь не должна прерываться с близкими родственниками, несмотря что бы ни случилось в жизни. Все равно, если у нас прикрыт наш тыл, то мы всегда будем двигаться только вперед. Поэтому родители и все родственники очень положительно всегда отзываются о данной практике. Ежегодно на день открытых дверей собираются все больше родителей и близких. Такие встречи порой дают понять осужденным, насколько дорога свобода и как их ждут близкие. Руководство учреждения планирует 1 июля провести спартакиаду среди заключенных. Айам Амрина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. При Карагандинском областном центре обслуживания населения появился собственный автодром. Теперь в ЦОНИ готовят не только документы, но и водители. К тому же здесь можно заказать такую услугу, как сохранение любимых государственных номеров своих авто. Или снятие с учета утерянных и получения новых. Увидеть современную электронную площадку, новый автодром своими глазами решил и наш корреспондент. Привешение скорости тоже все засчитывается. На новом автодроме нашу съемочную группу ожидала машина. Она оборудована всеми современными приборами учета. Есть даже карта города. А на самом дорожном полотне присутствует вся разметка, знаки и даже светофор. Всем желающим получить навыки вождения здесь предлагают платные услуги инструктора. Делается это для того, чтобы курсанты могли с легкостью сдать экзамены на права. Их на это испытание допускают только после тщательной подготовки. При этом работает автодром без выходных. Обучение происходит в электронной форме. Аналогов этой площадки в нашей области нет. По категории B за час 1600 тенге, категория C 1700 тенге час и категория D 2700 тенге также час. Эти услуги стали доступными благодаря меморандуму о сотрудничестве между автошколами и руководством Ампсона. За первый квартал текущего года обучение на новом автодроме прошли уже немало курсантов. К тому же для любителей авто в Центре обслуживания населения предусмотрено и получение государственных номеров машин. Среди них и VIP номера. Аймам Рина, Айден Джакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жизгазганский музыкальный драматический театр имени Сергея Кушамкулова на гастролях в Караганде. Для жителей шахтерской столицы актеры приготовили спектакль «Кейк и Баттер». Автор пьесы – известный драматург Серик Тургунбеков, режиссер-постановщик – Тимиржан Жанбутаев. Спектакль, посвященный 550-летию казахского ханства, раскрывает трагичные страницы истории народа. Картина, поставленная в зале Русского драматического театра имени Станиславского, повествует о долгом восстании народа против политики Советского Союза. Здесь чувствуется веяние того времени. Постановщики постарались приблизить действия к реальности. Интересные сцены битвы трогают лирические моменты. Одним словом, всё как в жизни. Главную роль Батыра исполнил актер Жизгазганского театра Кинжитай Абильди. Его жену Акжан играет Мируана Жанбутаева. Спектакль должен повлиять на молодёжь, заставить задуматься всех о нашей родине, воспитать в них чувство патриотизма. К тому же эта постановка рассказывает о кусочке нашей истории. Сюжет спектакля основан на автобиографии Нурмогамбета Кокимбайула. Своими героическими поступками и стремлением к свободе он прославил казахскую степь. За это его прозвали Кейк-Кабатар. В пьесе «Защищая интересы простого народа» сражается за справедливость. Автор картины и его примером пытается показать, как жили казахи около ста лет назад. Критики оценили эту картину очень хорошо. Презентация прошла на ура. Я не сомневаюсь, что и зрителям Караганды она придётся по душе. Сегодня бюст Кейк-Батыра установлен в Санкт-Петербурге. Авторы и творческий коллектив Жизгазганского театра посвящают свою работу и его памяти. Гастроли театра продлятся до конца июня. Аймам Рина, Айден-Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спортсменом можешь ты не быть, но физкультурником обязан. В Караганде стартовал традиционный проект для детей «Лето с чемпионами». Первыми из детьми из пришкольных лагерей встретились члены юношеской сборной по водному полу. В плавательном бассейне Дворца спорта имени Нургена Абдерова прошёл мастер-класс по водному полу. В открытой тренировке участвовали дети из пришкольных лагерей средних общеобразовательных школ номер 48 и 97. Всего около 80 человек. По окончании мастер-класса школьники получили информационные буклеты о занятиях в спортивных школах и сладости. Мастер-класс проводили тренеры-преподаватели по водному полу Дмитрий Селевестров, Сергей Голигузов. Мастер-класс на воде показывали члены юношеской сборной команды Карганинской области, которая обучается в группе начальной подготовки второго года обучения и учебно-тренировочных группах первого-третьего года обучения. Любовь и уважение к спорту прививается не призывами, а методом проб, ошибок и поиском собственных достижений. Спорт нам поможет силой умножить. Впереди у юных карганинцев новые мастер-классы, которые будут проводить ведущие спортсмены области. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok